Ну что, соскучились за Харишем? Привет! Видите, как тут дорогу делают расширение, чтобы пробок не было? Еще полгодика, и все будет готово! Ну, это одна сторона, еще где-то там с другой стороны тоже что-то делают. Проблемы решают по мере их поступления, но все берет время. Что же вы думаете вам так? За день дорогу сделать, что ли? За бортом плюс 20, и мы продолжаем смотреть квартиры в Хариши. Я скоро буду знать тут все! Смотрим пустую четырехкомнатную квартиру за миллион триста тридцать с торгом. Ну, это мебель, это заберется отсюда. Новенькая. Тут вид такой хорошенький. Балкон небольшой, одиннадцать с половиной квадратов, но вид хорошенький на город. Что важно, что это застройщик. Потому что, как я уже говорила, в Хариши есть очень много кооперативов, которые строили дома. А это застройщик. Каблан. Такая себе стандартная планировка. Еще вот такая милота в Хариши. Четырехкомнатная за миллион двести восемьдесят. с прекрасным балкончиком на четырнадцать квадратов. Хорошая квартирка. Вид достаточно открытый. Правда, там построят какое-то административное здание на два этажа, но это не очень страшно. очень уютная квартирка. Еще одна хорошая квартира за миллион триста пятьдесят, но тут вот такой вот огромный балкон. И тоже красивый вид на Хариш. Эта квартирка миленькая. Есть о чем подумать. Тут можно играть с планировками, что очень хорошо. И предпоследний этаж, как будто мини-пентхаус. Вот такая кухня в стороне еще. И планировка удачная у квартирки. Хорошая. Миллион триста пятьдесят, я сказала. Еще и окно на кухне, что тоже классно. И тут неожиданно в Израиль пришла зима. Очень резко похолодало. Дождь. Бури, ураганы. Зато все зеленое. Посмотрите на это небо. Ох, сейчас начнется. Ох, сейчас начнется. Метеорологи говорят, что будет сильная буря. Ей даже официальное название дали. Кармель. Но пока это так себе. Не буря, а пуречка. Хотя очень холодно. Но сильного ветра пока нет. И пока ситуация подконтрольная. Я решила приехать быстро сделать покупки. Также надо купить Лерке шапку. И зайду у Макс. Еще вроде там есть новогодние игрушки. Ну что, люди ходят. Никто не боится бури. Что нам бури? Ураганы. Отдел с елочными игрушками в Максе. Он очень маленький. Но маленькие елочки по 50 шекелей. Вот такие есть игрушечки интересные по 7 шекелей. Это что? Какая-то ленточка. Также наборы игрушек. Те, которые светятся. Вот такие вот яблочки по 7 шекелей. Олень за 30 шекелей, который тоже светится. Еще какая-то такая новогодняя. кишут для украшения коричневого цвета. И в принципе все. Да. Наверное раскупили. А еще пакетики новогодние для подарков. Merry Christmas. Израильтяне уже полностью готовятся к зиме, поэтому в продаже полно разных теплых домашних таких тапочек сапожком. Разных теплых одеял. Шапки тоже разные есть. Но я хочу в камнуне желтенькую купить. Я видела ей с помпончиками не очень. Она любит такие. Ей надо без ничего. Вот эти прикольные. Очень красивые. Но опять же таки не знаю как она отнесется к помпончикам. Три часа дня ребята. Начинается гроза и ливень. И я тут с покупочками подождю грузить их буду. Ой-вовой, как холодно становится. А под зонтиком там и герои. Еще и маска здорово греет. Так что не все так страшно, как не такой страшен черт как его малюют. Иду Лерушу еще шапку куплю и поеду домой. Думала купить Лерке эту шапку, но что-то те с помпончиком мне так понравились, что наверное я куплю ей ту. Все-таки она еще маленькая и она будет очень литей. Что-то мне кажется. А эта такая ну не знаю слишком простенькая. Новостные каналы так запугали этой бурей, что многие из родителей даже не повели детей ни в сад ни в школу. Конечно у нас в Израиле есть районы где возможно наводнения, где возможные не знаю там какие-то другие перебои транспорта или еще чего-то. Но у нас тем более садик близко к дому. Мой ребенок в сад ходил. Сейчас заберу его конечно пораньше, но кажется я с шапочкой очень даже угадала. Правда? Моя кнопочка она конечно большая, но еще не такая уж и большая. Поэтому помпоны в тему вот вам и никакая буря нам не страшна. А мы поехали домой. Всем спасибо за просмотр и пока пока. Но если конечно будет что-то такое чрезвычайное, что надо будет вам снять на камеру, то я обязательно сниму. Но лучше бы его не было. Вот кстати смотрите первые последствия урагана моя машина обычно я возле этой парковался ударила молния ночью и в дождь сгорела эта машина и это вообще пипец сверху ударила молния видите где вот так вот А сегодня намечается что-то очень интересное ой ой кажется таки кармель идет это уже повеселее будет дворники не успевают работать и лужи огромные да конечно это да это то чего мы не любим в Израиле ноги мокрые куртка мокрая хотя была под зонтом и это только отвезла ребенка в сад спустя пять часов я еду по той же улице по тому же Израилю и погода уже вообще суперская как будто никакого дождя грозы и урагана и не было ну а теперь уже точно все